Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Ну как же радио? Мы в стиле, в телеграмослушателе. Всем привет, друзья! Закончился первый день в Бахе-Дубай 2021. Чудесная гонка, правда, с точки зрения штурманства организаторы в этот раз пощадили штурманов. И ротбок был, мне кажется, не легким, а элементарным. То есть очень много открытых точек и очень мало движения курсом даже до обычных точек ВПМ. В ВПМ очень редкие точки были, в основном все точки были открытые. Поэтому с точки зрения навигации всего лишь берешь точку, едешь к следующей точке по стрелочке. В этом плане сложностей никаких не было. Но вот так, обычная дубайская Баха, все как всегда. А ты уже давно не ездил в своей, можно сказать, практически разную команде? Ну да, команда уже родная, всех знаешь, уже как вернулся на год назад. Ну, команда классная, ребята классные, очень дружественные отношения, все хорошо. Как было себя чувствовать в роли не только штурмана, но и, наверное, немного учителя? Ну, вот тут вот для меня, наверное, первый раз в жизни, когда я взял на себя ответственность показывать и рассказывать пилоту, как правильно ехать в пустыне. Потому что до этого у меня, ну, это, наверное, была моя принципиальная позиция. Я сам очень мало езжу за рулем, я имею в спортивном режиме. И у меня была принципиальная позиция, я никогда не вмешивался в работу пилотов, я никогда не учил пилотов, как правильно рулить, нажимать педали. А тут первый раз я взял на себя вот этот вот груз и попытался рассказать Павлу, как, ну, не как рулить ему, не нужно это рассказывать, он прекрасно едет, а именно вот, какова бывает пустыня, что может ожидать его в пустыне, как себя нужно вести в пустыне, чего бояться, чего, наоборот, не бояться, где можно брать на храпом. И в этом плане Павел меня очень приятно удивил, потому что он просто прекрасно впитывает все эти знания, вот. И своей стабильностью, вот, как он едет стабильно, то есть ему достаточно сказать, плюс 5 процентов, немножко едем медленнее. Он делает именно плюс 5 процентов. Когда машина едет излишне быстро, какой-то риск появляется, ему просто говоришь, там, минус, там, 4, 5, 7 процентов. Он моментально это выполняет. То есть вот первый раз за 20 лет моего гоночного опыта это был экипаж, когда в машине сидят два пилота с абсолютным покер-фейсом, без эмоций, совершенно спокойно обсуждают, как лучше проехать ту дюну, эту дюну. Вот. И вот это вот, ну, относительно безэмоциональность, вот эта вот стратегия размеренность дает очень классный результат. Вот. Для меня вот это было в первый раз. А так, Паша меня, конечно, очень приятно удивил. То есть вот этот вот колоссальный рост, который буквально вот... Рост идет не по дням, а именно вот по часам, по минутам, по километрам. Вот. Это, конечно, прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова